Микс Ньюс. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. Приветствую вас из студии «Радио Болтком». Программа «Без антракта». Я ее ведущая Евгения Шерменева, звукорежиссер Евгений Копеин. И у нас в гостях продюсер, драматург, специалист по современному танцу. Так можно сказать? Так можно. Специалист. Лаура Сташаны. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо большое, что пришли. Летом. Прекрасную погоду. Но я пригласила Лауру не просто так. У нас есть с ней что обсудить и рассказать вам. Потому что до пандемии и сразу после пандемии случилось два события, к которым вы причастны. Правильно, Лаура? Это премьера перформанса Валтера Силлиса и Каты Кролли. Я вот хотела узнать, как правильно имя произносить. Каты Кролли. Художница, режиссер и художница. Посмотри, как ты умираешь. Правильно это по-русски звучит? Там сложный такой какой-то. Не точно. По-английски это looks like you're going to die. Смотри, словно ты умираешь? Нет, это выглядит, как будто ты умрешь. А, выглядит, как будто ты умрешь. Да. В перспективе. Да, когда ты умрешь. То есть это вообще, на самом деле, это такая дорога человека, его жизнь, которая, собственно, ведет его от рождения к смерти. Такая логичная, как я понимаю, что-то такое. Да, хотя они с этим названием, когда они долго про это название думали. И потом это для них очень было, ну, такое ироническое. То, что они там много говорят про то, что это значит быть артистом, художником. Как ты умираешь в каждой работе. Как ты умираешь, и как, в принципе, будет твоя работа жить дольше тебя, наверное, не будет. И все такое, что, в принципе, понимаешь, что ты стараешься делать, и ты все равно когда-то умрешь. А по-латышски это как название звучит красиво? Мне хочется послушать. Красиво. Ну, и перформанс там очень красивый и интересный, на мой взгляд. Вот я успела его посмотреть в конце февраля. Они играли его премьеру в театре Дети Дилл. То, что находится в Пардаугове, возле музея Смелгиса. И вторая премьера, сразу после пандемии, сразу после того, как театры открылись. Это премьера сольного перформанса актрис, ну, она уже теперь актриса, танцовщица, хореограф, перформер Яна Яцука. Состоялась эта премьера в театре на улице Гертрудес. И это буквально недавно. И вот сегодня, вчера и сегодня показы, правильно? Да. В эти дни. На небольшое количество зрителей, к сожалению, потому что до сих пор театры не могут себе позволить открыть двери в нормальном объеме. И это спектакль, который называется такая как бы бытовая, бытовой страх. Как это вот правильно? Да, или рутин. Ну, это какой-то рутинный страх, да? Ну, это бытовой. Более так, рутина страха, это как ее страхи через, она проходит день, и там все время какие-то страхи. Это у нее каждый день она начинает… Ежедневные страхи, вот так скорее. И все это у нее уже как рутина. Это повторяется каждый день. То есть для нее это становится ежедневным образом жизни. Да. Она говорит о том, что как женщина, молодая женщина, справляется с такими страхами. То, что это женщина, что это молодая женщина, и в спектакле она начинается с рассказа про страх, но это потом уходит в ее личную историю, которая очень связана с тем, что она женщина и слабый пол, так говорят в русский, да? Ну, тоже граническим… С тем, что женщина, в принципе, подвержена насилию просто по историческим каким-то причинам, и это та самая тема, с которой сейчас общество пытается справляться, бороться как-то, ну, и этому противостоять. Я думаю, общество наконец-то начало об этом говорить и признавать, что такое есть. И даже есть статистика, которая довольно ужасная, что каждая третья женщина в Латвии… О, порость, как это будет? Подвергалась насилию. Подвергалась насилию, да. Тем или иным способом. Да, и мы, Ксиана, когда делали спектакль, мы вот так говорили между собой, что вот придет публика, и мы будем смотреть, каждая третья женщина, в принципе, по статистике, знает… Про себя. Про себя, и знает то, что Яна будет на сцене говорить, и это известно. Да. Ну, вообще, на самом деле, конечно, это какое-то… Мне кажется, что сам факт того, что об этом начинают говорить, и людям не страшно это озвучивать, хотя на самом деле это страшно озвучивать. Это страшно, кстати, это очень страшно, да. Потому что в этом спектакле ведь Яна абсолютно откровенно говорит о том, что с ней в детстве или в юности происходили случаи, там, избиения, да, что она подвергалась каким-то сложным вещам. С систематическим вещам, да. В чем разница, да, что это не просто один раз или… Случайность. Да, случайность как-то было, вот со мной случилось такое, я сейчас вам расскажу, как я там страдала. Это совсем другое, потому что это систематическое насилие. Ну, рутинное, вот то самое. Да, рутинное, тоже слово, да, рутинное насилие, с которым она росла, и которое она до сих пор даже психотерапевту не рассказывала. Ну, вот она как артист, как хореограф нашла способ, что она может об этом говорить публично в своем спектакле. Но зато она заканчивает этот спектакль очень красиво. Такое рождение женщины. Хотя последнее предложение там, конечно, опять как бы возвращается в ту реальность, где эта система продолжается, она не оканчивается, потому что Яна убежала из дома и как бы справляется с этим, но она живет с этим страхом именно потому, что у нее был этот опыт. Ну, она понимает, что это всегда, ну, на самом деле со многими это, даже с тем, с кем это случайно произошло, ты тоже живешь с этим опытом. Даже один раз, конечно. Да, ты тоже живешь с этим опытом, и у тебя на всю жизнь остаются там страхи каких-то поворотов, улиц. Это реальная травма, конечно. Реальная травма, с которой потом человеку надо жить всю жизнь. Ну, вот мы говорили год назад примерно, я была в гостях на радио СВХ+, у Натальи Алисик и Анны Кашиной, это психолог. И мы как раз говорили о том, что очень часто современная психология использует театральные приемы для решения вот таких вот психологических вопросов. То есть в группах люди разыгрывают какие-то спектакли, пишут специальные сценарии для того, чтобы избавиться от страха, избавиться от фобии, избавиться от каких-то более личных. Мы как раз говорили о том, что театр дает такую возможность. И не только для того, кто исполняет это на сцене, но и для того, кто в зале сидит, смотрит и переживает вместе с исполнителем какие-то ситуации, то театр является просто каким-то прекрасным способом избавления от психологических проблем. И мы обсуждали это сейчас в связи с тем, что люди во время вынужденного снахождения дома, вот двухмесячного, сейчас выходят, естественно, тоже с какими-то травмами очень многие. И я говорила о том, что мне кажется, что театру надо брать это в свои руки, и говорить с людьми о том, что их волнует и беспокоит именно для того, чтобы зрители, ну как люди понимали, что они как зрители могут получить какую-то поддержку от искусства. Вот насколько интересен такой подход к прикладной немножко, да, то есть такой, как бы сказать, давайте поиспользуем театр в правильных целях, как терапию. Вообще, возможно ли рассматривать искусство таким образом? Наверное, возможно, но я, например, считаю, что это все-таки две разные вещи. Можно использовать какие-то методы от театра, от танца, в работе с травмами. Ну, я думаю, что для артиста, для художника все-таки это не просто я решаю свои проблемы на сцене. Вы сейчас на меня смотрите, вот у меня публик, это, по-моему, не настолько эгостично. Это все-таки про коммуникацию и то, что мы, например, с Яной очень пытались вкласть в этот спектакль. Было, как бы, контекст вокруг этого ее случая. То, что это не одна она такая, что это просто не ее какой-то рассказ, который потом идешь домой, думаешь, ой, ужасно, как все это с ней случилось, а просто, чтобы ты пошел домой и начал думать, а я ведь живу в таком обществе, где эти случаи случаются, и где это случается очень часто. И, кстати, во время пандемии, как мы знаем, это еще обострилось даже очень-очень. Не во всех странах, это не только Латвия, это не только тут, как бы, наши проблемы. Это я тоже читала, там, в Великобритании, например, та же проблема, что когда ты смогла выйти на улицу, ты хотя бы могла как-то убежать от этого насилия дома. А когда ты должна там сидеть и тоже находиться с этим насильником, нужно... Да, ну, абьюзером, да, как-то, даже пусть это не... Да. Ведь это, может быть, и не физическое насилие. Да, в одной комнате и некуда вообще деться, и нет никаких методов, как с этим справляться. Но мне все равно, ну, как бы, мы говорим, когда про театр, или там, про перформанс, или про танец, мы все равно говорим про художника и автора, и исполнителя на сцене, которые все равно реализуют какие-то свои желания. Вот мы тут говорили, у меня был Олдил Стирамс, который говорил о том, что ему всегда уже нравится в театре то, что каждый раз создается какая-то новая вселенная, очень хрупкая, которая создается в момент открытия занавеса и закрывается в момент его закрытия. И зрителю дается возможность к этой вселенной прикоснуться. А для, конечно, для того, кто выходит на сцену, это какая-то невероятная власть, ну, сродни какой-то власти создателя, человека, который создает новый мир. Вот как мне интересно, вы же работаете с художниками с начала проекта, да, и до его финала. Как человеку-соучастнику этого процесса наблюдать за этим созданием, трудным иногда, сложным, иногда, наверное, художники в растерянности находятся, они дошли до какого-то момента и вдруг понимают, что дорога неправильная. Как в этом принимать участие и откуда брать силы для того, чтобы им помогать? Вы же помогаете им в этом. Ну, вот этот опыт с Яной, когда мы работали, где я была драматург, я не была продюсером в этом проекте, а драматург, там как раз я поняла совсем другие вещи, те, которые я не поняла, когда я была продюсером, а продюсером я уже работаю 15 лет. И вдруг вот через этот один спектакль я поняла тоже совсем другие вещи. Во-первых, насколько трудно сделать спектакль, потому что там столько выборов, и чтобы выбрать самый лучший вариант, это очень длежно, легко, и особенно, когда ты говоришь про что-то очень личное, и когда ты знаешь все мелочи, тебе надо дать какую-то большую картину для зрителей. И я могу сказать, что мы очень много находились в какой-то территории, где мы не знали, как мы оттуда выйдем. Но это очень-очень интересно, и, по-моему, это хороший опыт для жизни вообще, быть в такой незнании, не понимать, но знать, что тебе надо эту дорогу найти, и ты найдёшь. Это как в лесу, когда ты, например, когда я маленькая, помню, заблудилась однажды, в грибы ходили с семьёй, я заблудилась, и всё, ты не знаешь, ты ничего не знаешь, вообще нет вариантов, во все стороны можно идти. И тебе просто надо выбрать какой-то путь, и начинать идти, и тогда вдруг что-то меняется. И вот этот процесс, он очень, да, он очень, ну, ответственный тоже. И иногда я знаю тоже ситуации, где ты знаешь, что ты хочешь добиться, но как-то невозможно, невозможно пока ещё туда зайти. И потом, я думаю, есть артисты, художники, которые работают над одной темой почти всю жизнь. Потому что всё время есть что сказать, и ты не можешь всё вкласть в один спектакль. И это тоже было что-то такое, ну, одна из вещей, о которой мы с Яной говорили, что это её первый спектакль вообще после закончания школы, что не надо всё, давай в один спектакль. Ну, это всегда очень люблю, да, первый спектакль. И, например, моя роль была такая, чтобы как бы и тоже удерживать немного вот этого артиста, художника, чтобы она не бросала всё-всё-всё туда, а вот выбрать, что важнее. Иногда бывает, что очень прекрасные вещи остаются за бортом. Но они потом когда-нибудь появятся. Когда-то, да. А художнику очень-очень жалко, когда эти прекрасные вещи нельзя вкласть. На английском есть даже такое выражение «Killing your darlings», да, что значит, что самые любимые вещи тебе надо убить. Ну, их нельзя, они не помогут, даже если они тебе очень нравятся, но спектаклю они не помогут. Да, ну, потому что спектакль, помимо того, что он должен нести в себе заряд душевной искренности, честного, да, какого-то высказывания художника, он всё равно должен быть тем самым средством коммуникации между художником и зрителем. И если художник очень сосредоточен на себе и не думает о том, как это будет воспринято снаружи, то вряд ли он сможет донести свои мысли и чувства до этих людей. Ну, то есть надо ещё уметь эти чувства и мысли облачать в способ рассказа. Это ужасно важно. Это важно, но это очень тоже интересно. Тонкая вещь. Да, потому что есть художники, которые говорят, что они, когда делают работу, они вообще не думают о зрителе, о том, что они кому-то будут показывать. И мне всегда это интересно слушать, потому что я как-то, я тоже доверяю такому методу, что это абсолютно возможно, что ты просто знаешь, что тебе надо сделать, и ты сделал. Ну, когда я как драматург работала, у меня была, это в каком-то смысле была моя роль, вот как раз всё время возвращаться к этому взгляду зрителя. Я как зритель вижу вот это. Я знаю, что ты как художник хочешь рассказать вот это, но я вижу так. И иногда, особенно для молодых артистов, художников, это вообще шок услышать, что, оказывается, видеть зритель. Потому что, когда ты делаешь, тебе кажется, там всё ясно. Также смотришь от себя. Все поймут. И тогда вдруг шок, когда даже очень простые вещи люди видят по-другому. Ну, вот в этом роли же режиссёра, на самом деле, в хорошем драматическом театре. Потому что только режиссёр видит со стороны, как это работает или не работает. И когда ты берёшь актёра, найти в нём и сказать ему, в каком направлении двигаться, и куда, и зачем, это, конечно, такая невероятная какая-то ответственность режиссёра. И очень интересно смотреть, как работают талантливые люди, как они могут одними словами вдруг это всё направить куда-то, как, и это всё начинает поворачиваться и блестеть каким-то невероятным совершенно способом. Абсолютно, да. Это иногда, я тоже говорю своим друзьям, что мне очень везёт, что я как продюсер вижу процесс. Потому что там иногда такие прекрасные вещи, которые потом, когда спектакл сделан, там сценография, гайсмас, то есть... Свет. Свет, да. Там звук, всё так прекрасно сделано. И вдруг нет этого чуда больше, то, что было в процессе, какие-то очень тонкие вещи, какие-то, ну, такие маленькие, может, моменты, они как бы в этом большом уже там куда-то с Ливском перфектно сделаны. Но они есть. Конечно, если бы их не было, тогда бы это всё вообще не работало. Конечно, да, но иногда мне было тогда же такой проект, что я хотела, чтобы люди могли смотреть спектакли, которые ещё не закончены. Как бы они могли заходить и смотреть на процесс. Но это не очень популярно с художниками, потому что очень многие очень остороживают этот процесс и даже не хотят, чтобы продюсер что-то видел. Потому что для них это что-то интимное. Даже если они не говорят про очень личные вещи, всё равно это очень интимный процесс. Так что очень разные эти случаи бывают, что ты как продюсер можешь всё видеть или следить за всём. Иногда тебя вообще не пускают. Да-да-да. Я хотела ещё раз вернуться к тому перформансу Валтера Силлиса. Потому что вот сейчас, на прошлой неделе, прошёл фестиваль онлайн-формата в Берлине, пост-вест, на котором этот перформанс был представлен в другом формате совсем. То есть, когда мы все, и у меня тоже проект, который в этом фестивале участвовал, когда мы все вписались в этот фестиваль и подписались на его участие, у нас была задача показать спектакли, которые представляют развитие современного театра, международного сотрудничества, каких-то вдохновляющих художников событий. Вживую, в Берлине, в Фольксбюне в конце мая этого года. В связи с тем, что всё у нас в середине марта закончилось для всех стран, был фестиваль переведён вот в этот онлайн-формат. Как вы придумывали вот эту новую форму представления, презентации онлайн этого перформанса? Ну, мы немного. Потому что, конечно, когда двое исполнителей, я даже не могу назвать их актёрами, потому что всё-таки это художница и режиссёр, которые сами реализуют этот свой проект на сцене, в течение часа работают на сцене, и это их личное очень сильное высказывание. Я так понимаю, что он, наверное, этот перформанс меняется каждый раз в зависимости от того. Нет, 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 там всё сделано, да. А, окей, потому что я тоже хотела это спросить. Нет, там импровизации вообще нет. Нету, да? То есть он такой, он очень крепкий. Да, 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 очень. В смысле структуры и формы. Все слова, все тексты, вся форма. Потому что мне было это тоже интересно. Но этот перформанс можно было представить разными способами. Ну, вот как я понимаю, потому что там есть и тексты, движения, и какая-то такая сложно сочинённая конструкция на сцене. Как вы подумали о том, что это может быть таким образом сделано? У нас была... На сайте звукодорожка. Да, у нас была дискуссия. Потому что первая реакция была как-то... Ну, все, по-моему, немного были в шоке, что фестиваль в Берлине даже не старается, как бы, может перевести это всё на, не знаю, на осень или на следующую весну, что нет, будет онлайн-формат, и все были немного растеряны. И первая реакция была, ну, у нас уже спектакль был сделан, давайте просто запись. Ну, чтобы смотрели, как сейчас очень много тоже этих возможностей было смотреть в пандемии спектакль, которые записаны. Но потом мы начали говорить, что это же не онлайн-формат, это какая-то, ну, как бы выход из ситуации, но это не что-то... Это не новая форма, а что нам всё-таки надо подумать о новой форме, которая была бы для зрителей, которые, как бы, приходят в онлайн-фестиваль. И тогда вот эта версия, что это может быть аудио, аудио-вок или аудио-прогулка, она пришла, по-моему, потому что Валтерс уже делал такие прогулки, у него прекрасный спектакль «Маарупи» про эту маленькую речку в Риге, которая засорённая, и тогда он ведёт публику вдоль этой речки, и это спектакль «Поход». И, по-моему, этот «Поход» тоже... Это тема в тексте вот этого спектакля Валтера и Катты, и от этого выросла идея, что а если бы тоже зритель находился в движении, когда он слушает этот тракт? И это для нас было очень важно, что этот трак... Ну, что там инструкция. Когда ты его слушаешь, ты начинаешь этот поход или прогулку. И для Валтера, я помню, и Катты было очень тоже важно, чтобы зрители ушли от... От крана. Да, потому что они уже все, по-моему, мы уже слишком сидели в экранах, и это было как бы тоже такое наставление, что давайте как-то выгоним их в улицу. Ну, это аудиодорожка этого спектакля, перформанса, я не знаю, как это назвать, она сейчас существует на SoundCloud, и ссылка на нее есть на сайте Volksbühne Postwest, и вы можете... Это на английском языке, и очень хорошо записано, мне кажется, на английском языке. Да, ты прекраснейший саунд-дизайнер был. Да, и я вам предлагаю, пока хорошая погода и лето, воспользоваться ситуацией, подключиться через эту ссылку на SoundCloud, включить наушники и гулять по городу в течение часа, слушая аудиоперфонансы. Она, кстати, очень походит к городу, как раз прогулки в городе. В городе это она очень подходит. Там есть ритм вот этого шага, городского именно шага. Там есть ритм шага, и там есть тоже отзывы на какие-то места в Риге, и там есть отзывы на другие города в Европе, если вы, например, в Брюсселе были когда-то там, тоже можно поймать какую-то ту атмосферу. И он очень тоже, опять так же, как у Яны, он очень личный, и они говорят там про вещи, которые связаны очень с такими ситуациями, где они, в принципе, чувствуют себя неловко, где было стыдно. Ну, это такое признание тоже какому-то. Но они это очень легко преподают с таким иронией над собой. Ну, что с такими вещами надо уметь тоже расставаться в какой-то момент, да? Что нужно высказываться именно для того, чтобы двигаться дальше. Двигаться дальше или вообще признаться, что такие вещи есть, что тоже, по-моему, для Валтера, который все-таки, ну, он уже не молод, все-таки молодой, по годам молодой, но он уже очень опытный, опытный режиссер и в Латвии очень известный. И для него признаться, что он вообще, когда делает спектакль, вообще не понимает, что он делает, что он растерян, и что у него есть такие чувства, например, там, не знаю, что... Отчаяния иногда. Отчаяния и ревности, и все это, что вообще сказать, это, по-моему, нелегко для любого, особенно если ты публичная персона. Иката, например, тоже говорит о вещах, которые, опять-таки, для женщин, по-моему, очень важны про свое грудное циво. Женечка, грудное циво. Прагнанции. А, беременность. Беременство, да, она говорит про беременство, и как даже в беременстве она как-то сумела себя загнать в такое чувство, что она, ну, как бы не делает то, что надо, ребенок не рождается в то время, когда надо все, она уже плохой человек, потому что она даже ребенка не может родить. Вовремя. Вовремя, да. Что ты понимаешь все эти вещи, которым они говорят, что, ну, это мысли, которые тебя гонят, крутят в твоей голове, и как в это время, в принципе, жизни проходит. Ты думаешь эти мысли и смотришь, а, уже три года. Ну, на самом деле, я хочу сказать, что это все звучит, в принципе, тоже такой бытовой рутиной каких-то наших маленьких страхов. Да, очень. Маленькие страхи. На самом деле, эти два перформанса для меня, они, в общем, очень похожи именно о том, как люди справляются с проблемами в своей жизни и двигаются дальше каждый раз, несмотря на это. Ну, хотя, конечно, в истории Яны есть большая драма, а как развал Торсиката, они фокусировались на те случаи, где вообще драмы как будто нет, где ты драму придумываешь. Придумываешь. Ну, это тоже страшная, на самом деле. Не менее страшная вещь, когда человек сам себе придумывает. Конечно, ум очень работает. Вображение работает. Ой, как. Когда у тебя вроде все хорошо, а на самом деле тебе ужасно плохо. Да, да, да. Лаура, я хотела еще спросить про современный танец. Вот на что обращать внимание? Все-таки сейчас, наверное, потихонечку, все будет потихонечку вылезать на солнышко летом, потом начнется осень, какие-то театры будут открываться, какие-то площадки начнут работать, что-то еще. Вот какие имена есть в Латвии или в Балтии, на котором... Все-таки современный танец – это не язык. У нас программа для русскоязычных зрителей. И мне кажется, что, конечно, язык современного танца, он непростой. Это не привычный, как бы сказать, навязанный годами исторического показа. Да, это не балет. Да, балет или народный танец, или какой-то эстрадный танец, или какой-то привычный. Конечно, язык современного танца, он очень особенный, и некоторые люди даже иногда не понимают, что это танец. Потому что движения, они зависят от каждого автора. И у каждого автора свой почерк, и свое взаимоотношение, и способ высказывания. Но, тем не менее, все равно, танец – это способ коммуникации со зрителем посредством движения. И тут знание языка, и знание каких-то вещей, которые иногда останавливают от похода в театр. Ну, просто люди не готовы слушать тексты на языке, которые они владеют не идеально. С чего можно было бы начать знакомство с латвийским современным танцем? Бывает, где, что, что не пропустить? На что обращать внимание? Я вчера была на таком прекрасном мероприятии, «Like, Mattie, Gass, Trash, Dienes», современной среды, как в день, да. В смысле, и среда, и среда. По-русски вдруг получилось намного интереснее, чем на латышском. Которое происходит в «Talines Quartals», в этой площадке, где такой концертный зал современный, по-моему, прекрасно... Который ты знаешь, где находится. Да, прекрасный фестиваль «Сан-Суси». Да, «Сан-Суси». Прекрасная площадка, и там бар, и солнце, и улица, и там атмосфера прекрасная. И такой ангар огромный. Ангар огромный, да. И там они делают сейчас такую, каждую, значит, среду, программу, где они предлагают и комбинации из двух вещей. Например, вчера была музыка и современный танец, два как бы... Два концерта, да, события. Потом будет, например, там читание поэзии, ну, перформативно, и музыка, и они вся, каждую среду предлагают других авторов. И вчера был Денис Пашкевич своим автор проекта. И тоже современный танец Агнесса Бордюкова. И очень такие милые, по-моему. У меня очень такое осталось, очень такое нежное и милое чувство после этого, потому что ты чувствуешь, что эти художники, они прямо делятся с этим, что они там сделали своим проектом. Я позову сюда в программу. Давайте, давайте, да. Хозяев этой площадки. Каусс, Агнесса, обязательно. И у них уже... Они создали программу, по-моему, уже до... До конца лета, да? Почти до... Да, не до конца осени, по-моему. Я даже вчера говорила, что если хотите, покупайте билеты сразу, потому что всё-таки мало мест, надо рассаживать людей, хотя ангар большой, и что уже у дверей не купишь потом. И, по-моему, очень такой хороший для знакомства с танцем, и как раз там ещё и что-то другое есть, если в танец совсем не пойдёт. По-моему, прекрасный формат. А фестивали какие проводятся? Фестивали. У нас есть один фестиваль танца, который делает Ольга Житлухина, который тоже... Она тоже директор студии современного танца в Академии культуры в Риге. И она делает фестиваль, который называется Лайкс даёт, или Время танца, да? Время танцевать, кстати. А, Время танцевать. Да, Время танцевать. И фестиваль каждый день в июне, но сейчас они из-за ситуации, они его, по-моему, в августе в этом году будут делать. Это будет в Риге, да? Это будет в Риге, и они тоже используют прекрасные площадки. Они, например, на Ноасе делают, там где, на Даугеве. На Даугеве, там напротив гостиницы Рэдисон. Да, Дэсон, да, там где дам. Плавучие, плавучие площадки. Плавучие площадки. И ещё в каких-то местах в Риге. И то, что мне нравится в этом фестивале, что они всегда тоже студентов показывают. Молодых. По-моему, да. И, по-моему, это тоже хороший способ, как знакомиться с танцем, потому что эти работы студентов короткие, и их много, и разные, и ты сразу видишь какие-то разные кусочки. Ну вот, по-моему, у нас всё... Интересно? Да, время. У нас время заканчивалось. Мы примерно в это время заканчиваем наши разговоры. Очень здорово, что мы услышали про два события. Я думаю, что для меня это хороший повод пригласить Ольгу Житлухину поговорить о том, как будет программа. И Каспарса поговорить о том, что происходит в Таллинн с Елос Кварталс. И вот знайте, что это есть. И знайте, что есть два перфоманса, о которых мы сегодня подробно говорили с Лаурой. Это Баскат Искат Аскату Мерси, Дети Дел Театр. Искат Аскату Мерси, играются в Дети Дел Театр. Тоже смотрите за афиши. Я думаю, что потихонечку это всё, когда Валтер свернётся со своей работы в Таллине, которую он сейчас делает. Да, у него премьера сегодня или завтра, не помню. Да, в эти дни. Мы тоже его попробуем позвать, поговорить о том, что случилось в Таллине. Мне очень интересно. Да. И обратите внимание, что сейчас эта запись доступна, этот спектакль доступен в виде аудиозаписи через фестиваль «Фольксбюн» и «Поствест». Вы можете зайти и найти ссылку на саундклод и посмотреть. А на сайте Института Нового Театра нет этой ссылки? Мы сделаем. Сделайте. И вы можете гулять по городу в такую прекрасную погоду и слушать совершенно замечательную запись театральную. Этого перфоманса. И Яна Яцука, Лаура Сташина представляют спектакль «Байлю Рутина». «Байлю Рутина». Смотрите на сайте Гертруда Съелась Театрис. И это действительно стоит того, чтобы посмотреть. Это не обычный танцевальный спектакль. Да, я бы хотела сказать тоже насчет современного танца, что вот это тоже, по-моему, спектакль, с которого прекрасно начать, потому что история Яны очень сильная. И она того стоит, чтобы ее услышать. И она очень прекрасный танцор. Да, да. И там придумано хорошо. Ну, там придумано хорошо. Спасибо. Там придумано хорошо. Спасибо большое. Ждем вас в театре. Сейчас лето. Самый повод пойти куда-то вечером в удовольствие. Всего доброго. Спасибо. Радио Болтком. Редактор субтитров А.Семкин